Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу с вами поделиться своими наблюдениями о владении BMW 5 в кузове F10 2016 года. В этом сюжете мы будем с вами перемещаться к неофициальному профильному сервису. И именно в этом сервисе мы делали полную диагностику автомобиля, смотрели ходовую часть, смотрели мотор. После рекомендации мастера которого я решил покупать эту машину, потому что она была в хорошем состоянии, можно сказать даже в идеальном. Где я сегодня прошел техническое обслуживание, на основании которого мы сегодня подведем с вами итог, кому стоит покупать эту машину, кому не стоит покупать. Под словом, эту машину я рассмотрю весь модельный ряд, BMW в частности. В общем, присаживайтесь поудобнее, мне сегодня вам действительно есть что показать, есть что рассказать, и нам будет что обсудить в комментариях. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Мы с вами перемещаемся прямо на сервис-зону, где будем обслуживать нашу BMW 5 серии. Сегодня мы в первую очередь просто обслуживаем автомобиль, меняем моторное масло, фильтр салонной воздушности, свечи, ну и в целом посмотрим автомобиль в каком он техническом состоянии. У нас будет возможность пообщаться с нашим мастером Никитой, который занимается автомобилем. На данный момент 2 марта 2020 года я уже прошел техническое обслуживание. Давайте я вам кратенько напомню, что владею я данным автомобилем с 25 июня 2019 года. Я ее купил с пробегом 36 200 километров по цене 1 миллион 700 тысяч рублей от первого владельца. Автомобиль ни в каких ДТП не участвовал, это калининградская сборка BMW 520 с М-пакетом на заднем приводе. На данный момент у машины пробег 49 300 километров, это плюс 13 тысяч с момента ее покупки. Приехав к ним, изначально ценник за обслуживание был чуть меньше 10 тысяч рублей. В процессе диагностики выяснилось то, что рекомендуем поменять свечи, рекомендуем заменить антифриз со всеми необходимыми расходниками. Вот я вам показываю, ребята, сколько все это дело обошлось и что в него вошло. Я потратил 21 тысячу рублей, на все про все ушло примерно полтора часа работы. Но занимались непосредственно только моим автомобилем, то есть никаких очередях я не стоял, приехал и все пошло-поехало. И вот сейчас, когда мы обсуждаем ценник, да, казалось бы, 21 тысяча рублей, это не так много, потому что у официального дилера подобный набор услуг стоил бы, ну, я думаю, порядка там 40, а то и 45 тысяч рублей. Но я сделал свои подсчеты, потому что очень часто многие люди задаются вопросом, а стоит покупать машину, а сколько вот она вообще стоит в содержании бэушной, это BMW. Когда вы начинаете лазить по форумам, постоянно вы натыкаетесь на людей, которые все знают, но ничего вам конкретно ответить не могут. Вот там какую-то ветку почитайте там, почитайте здесь, нету денег, не покупая BMW, вот я вам расскажу. Смотрите, когда я только купил машину, 36 тысяч 300 километров, что я сделал первым делом? На основании той же самой рекомендации сразу были заменены передние тормозные диски с колодками. Это обошлось примерно в 22 тысячи рублей раз. После чего я поехал к официальному дилеру BMW для того, чтобы пройти замену масла, пройти ТО, потому что машина тогда еще была на гарантии. Изначально, напоминаю, мне там назвали 25 тысяч рублей за обслуживание. В итоге я сторговался, попал под акцию, то, что я стал владельцем бэушной BMW. Мне сделали все ТО, то есть замена масла, фильтров за 11 тысяч рублей. Я вам сейчас это все называю, потому что я это все выписал. Далее, я через 5 тысяч сделал просто межсервисное такое ТО, где поменял масло в моторе и заменил, соответственно, масляный фильтр. Была техническая диагностика, ничего такого более, 9,5 тысяч у официального дилера я отдал. Далее, я ездил на промывку радиатора, мы снимали там сюжет, мне сделали большую скидку, можно сказать, я отдал просто мастеру 3000 рублей. За саму промывку с меня денег не взяли, тем не менее, пишу. Далее, я два раза ездил к официальному дилеру, отдавал по 4,5 тысячи рублей за зарядку аккумулятора. Я про это рассказывал, поджирал у меня видеорегистратор, сейчас я его отключил. Таким образом, все, что я вам сейчас назвал за это дело, я отдал 54 500 рублей и сегодня 21 000. Итого 75 500 рублей, это только вот за обслуживание автомобиля. При этом я проехал 13 000 километров за 8 месяцев, то есть чуть больше уже пошло. Секундочку отмечу, что если бы это была бы японская тачка типа там Мазды, Камри, Хонды, ну или какой-нибудь кореец, за 13 000 км вы бы не делали вообще ничего, потому что, скорее всего, вы только-только бы поехали бы на техническое обслуживание. В лучшем случае, межсервисный интервал по замене масла в моторе, это обошлось бы на любом там японцу, ну примерно 5 тысяч рублей. Кстати, касаемо автозапчастей, вот сюда я хочу добавить, что тормозные диски, Зиммерман, я покупал у нашего товарища Александра, у которого я ранее покупал запчасти на Мазду, покупал запчасти на Тойоту, сейчас периодически к нему покупаю на БМВ, но в силу того, что так вот приезжаешь, раз, у ребят все было, купил там. Я вам сейчас на экран вывожу его номер телефона, он работает, по сути, со всеми марками по нашей стране. То есть на любую машину можно подобрать через него запчасти. Человек проверен, это тот самый человек, которому вы звоните и говорите, мне нужно там комплект, и он на свою машину. Отправляете ему вин, он вам все готовит. Для того, чтобы вы могли сэкономить, и он вам мог сделать скидку, естественно, нужно, чтобы сумма заказа была повыше, чем 1000 рублей. В любом случае, все контакты на него я оставлю в описании. Переходите, друзья, запишите телефон. Очень часто люди спрашивают, а кого-то там рекламировал, про кого-то там рассказывал. Вот, это даже не то, чтобы реклама, это дружеский совет, человек проверенный. Можно, не дай бог, попали в какое-то ДТП, что-то у вас случилось с машиной, сфотографировали, ему отправляете, он уже по фотографиям примерно сможет сказать, сколько по деньгам там обойдется кузовщина. В общем, все полезные контакты на него оставляю в описании, пользуйтесь на здоровье. Мы снимаем сюжеты, мы приезжаем по сервисам, лазим, все говорят одно и то же. За машиной нужно ухаживать, не нужно на ней экономить, чтобы потом не кусать локти. И вот я сейчас на своем примере стараюсь это делать. Чек я вам, пожалуйста, демонстрирую, что это не какая-то там рекламная акция, сервис я никак не рекламирую. Я приехал, все оплатил. Вот мне как сказали, так я и оплатил. 21 тысяча. Когда я приехал на сервис, первым делом, естественно, поднимая машину на подъемник, начинаю смотреть ходовую часть, и мастер говорит, а где? Я говорю, что где? Стабилизатор задней поперечной устойчивости. Он говорит, здесь должен быть стабилизатор. А он просто отсутствует как бы. Вот у него уши для стабилизатора. Куда должен прикрепиться только стабилизатор. Я не знаю. И вот я как покупал ее, то есть я, соответственно, к вам ее также пригонял на обслуживание, на оценку и все. У дилера я ее обслуживал два раза. Но там менялось только непосредственно масло и все. Естественно, у меня первая мысль, даже врать вам не буду, в голове. Я думаю, блин, где-то на сервисе у меня его сняли. Я ему задаю вопрос, а сколько он вообще стоит с точки зрения того, чтобы понять экономическую выгоду, есть ли его вообще смысл воровать. 15 тысяч рублей ориентировочно он стоит новый. Если брать бэушный, соответственно, бэушный будет дешевле. Но когда начали разбираться, взяли выписку, выяснилось то, что... В силу того, что машина калининградской сборки, там изначально можно было отказаться от установки этого стабилизатора. Понятное дело, что об этом отказывался не покупатель, а кто заказывал машину, то есть дилер. Соответственно, в нашей версии, как выяснилось, его нет. Поэтому, друзья, имейте в виду, на что это может повлиять. Это, опять же, все скажется на скорости. Когда вы будете ехать по трассе, затяжные повороты, крены, вот здесь автомобиль может вести себя более расхлябанно. С ним же автомобиль может быть пожестче, но в тот же момент повороты вы будете заходить с большим комфортом. В целом, у меня его нету. Я сколько передвигаюсь, пока об этом никак даже не задумывался. То есть даже и не знал то, что у меня его, оказывается, нету. Суть в следующем. Мне сделали рекомендацию к последующему моему техническому обслуживанию. В процессе диагностики автомобиля было выявлено, что задних тормозных колодок осталось примерно на 5000 километров. И мне ребята говорят, вот смотри, мы тебе даем предварительную стоимость, список запчастей. Что нужно сделать, это касаемо заднего стабилизатора. То есть, если я через пару тысяч километров к ним поеду для того, чтобы поменять тормозные колодки раз, и поставить себе оригинальный задний стабилизатор, по цене это выйдет в следующее. 29 тысяч рублей плюс 4,5 тысячи рублей это за работу. То есть, вот все списки есть, я вам все цены показываю, можете смотреть, пишите в комментарии, дорого, дешево. Суть в следующем, что вот если это сделать, через 2000 километров то получится, картина такая. 15 тысяч км я проехал на машине, и я в нее вложил 109 тысяч рублей. Вот такая картина получается по деньгам. То есть, все я вам расписал, пожалуйста, это парни. За 9 месяцев и 15 тысяч километров пробега. 109 тысяч рублей. Но давайте будем объективными, я не буду сгущать краски. Если мы будем отталкиваться, что стабилизатор я ставить и не буду, а я бы сегодня же поменял бы, например, тормозные задние колодки, это обошлось бы мне в плюс 5 тысяч. Таким образом, за 13 тысяч километров пробега и 8 месяцев я вложил бы в машину 80 тысяч рублей. Вот такая реальность по содержанию BMW с пробегом. Подчеркиваю, что я не учитываю, что покупая автомобиль, мне владелец ее продал на летней резине. Соответственно, зимней резины не было, я это покупал отдельно. Сейчас впереди летний сезон, я хочу себе либо другие колеса, либо другую летнюю резину, то есть не Run Flat, это за все делал, нужно платить. В силу того, что колеса 18-е, ну, условно можно считать, как 45 тысяч, в среднем комплект стоит либо зимней резины, либо летней. По этому кузову, по пятерке, по семерке, болезнь, вот эти сайлентблоки трескаются, именно трескаются и обрываются именно вот этот верхний правый луч, на него нужно обращать внимание. То есть, в случае присмотреться уже, маленькая трещинка появилась, но пока не критично. В дальнейшем это будет прогрессировать, и надо будет вот этот сайлентблок поменять. Офта кардана задняя тоже бывает со временем трескается, но тут пока никаких проблем еще не наблюдается. Машина заднеприводная, тут такой проблемы не будет, но если машина полноприводная, бывает такое, что задний сальник раздатки со стороны, ну, со стороны кардана, получается, начинает пропускать масло. То есть, за этим тоже нужно слить, но это примерно на каком пробеге происходит? Ну, это все, уже все эти проблемы уже после 100 тысяч, как правило, вылазят. До 100 тысяч машины. В целом до 100 тысяч походовки, как вот говорят, в целом вопросов не должно быть. Никаких. Друзья, у нас есть возможность пообщаться с мастером-электриком. Артур, скажите, пожалуйста, вот касаемо чиповки, вот очень часто спорят люди о том, что на 520 и 530 стоит один и тот же мотор, что разница лишь только в прошивке. Вот вы можете внести ясность и сказать, на самом деле есть какая-то разница по конструктиву или ее нет вообще? Есть же еще 528, если идет N20 мотор. Да, да, да. С N20 мотором, там есть такой нюанс, но дело в том, что там отличается он по железу. А в чем отличие? Ну, надо сесть, я как бы толком не занимался этим вопросом, надо посмотреть там по расстройствам, по поршням. Шатуна может отличаться, просто уже были случаи разрыва двигателей. Соответственно, были случаи разрыва вследствие того, что люди делали себе чиптюнинг. Да, по максимуму делали чиптюнинг, именно по максимуму. То есть там, если в простонародье называется стейдж 3, стейдж 2, в лучшем случае ты можешь сделать повышение мощности, ну, где-нибудь по таким вот расценкам, где-то стейдж 1. То есть стейдж 1, как я так понимаю, это как раз то, что будет около 245 сил, вот как вот 528 идет штатный завод, то есть не переходить за планку. Ни в коем разе не переходить за планку, но даже 528, наверное, все-таки многовато будет. Потому что все-таки поршни отличаются, насколько я помню, у них там. Надо смотреть, обрывает шатуны. Вот если бы вам задали такой вопрос, я хочу себе купить машину, вот или там купил, я вот думаю, делать мне чиптюнинг или не делать, как бы вы бы сказали бы, с точки зрения надежности опять, сделай, но аккуратно или как? Надо к каждому вопросу подходить индивидуально. В любом случае машина, как ни крути. То есть в целом заслуживает достойную оценку? Конечно. Дело в том, что в процессе новых производств, ну, производства новых автомобилей слишком много новых технологий, которые... чем сложнее агрегат, тем легче он ломается. Поэтому ничего нового не... Если надо, чтобы не ломалось, можно брать спокойно корейцев, ездить на нем, потому что он еще произведен в прошлом веке. На нем стоят совершенно старейшие детали, которые тупо не ломаются. Вся старая система, она не ломается, потому что проще. Чем проще, тем долговечнее. Телега тоже... простую телегу сломать сложно. Вот так вот, друзья, вот сколько мы катаемся с вами по сервисам, в принципе, люди говорят одно и то же. То, что машина технологичная, поэтому есть какие-то поломки есть, но это опять же все индивидуально. Но в целом, вот так вот, приезжаем в профильные сервисы, общаемся с людьми, недовольны только те, кто хапнул, кто купил машину с пробегом в плохом состоянии, либо она просто с завода постоянно ломалась, ну, бывает такое. А так, в целом, все вот отмечают, что BMW это все-таки машина. Возила детей в школу, обслуживалась, грамотно заливали там масла, все менялось. Или там человек, который гонял, у него денег нету там на колодке, он начинает там ездить, масла там заливать какие-нибудь лукойлы, как бы шерпотреб. И когда ты такую машину покупаешь, естественно, ты с автосервиса не будешь вылазить, потому что он последние там полгода, экономя своих денег, лишь бы на BMW поездить, там, перед друзьями покайфовать, а денег обслуживать ее нету. Тоже даже масло залить нормальное, которое подходит для этого двигателя. Вот ты бы мог бы, знаешь, как бы привести такие цифры, допустим, если вы хотите купить себе машину, там, да, пить, ну, BMW любую, и не хотите по ней вкладываться, то это должна быть машина, например, не старше там 5-7 лет и с пробегом до 150 тысяч. Или это вообще все фигня, не имеет значения там возраст, пробег, лишь бы чтобы все было поменено, заменено по технической части. Ну, например, как бы я советую даже своим всегда друзьям, если у тебя есть 800 тысяч, к примеру, то машину надо брать, естественно, не за 800 и влазить еще там в кредит, там, а чтобы взять за 900. Если ты располагаешь там 800 тысяч, то машину, естественно, надо покупать, там, а за 700, чтобы у тебя 100 тысяч было приехать, поменять все жидкостя, все расходники, те же сайлентблоки. Это надо понимать, что на каждой машине они рвутся, и это резина, расходник. Приводить в порядок, оценивать грамотно при покупке машину. И все. И начинать уже свой отчет, замен масла, всего, а не ждать каких-то сюрпризов. Есть определенные диагностики. Как бы с двигателем, если что-то может случиться, это не предусмотришь. Конечно, если приехала машина, и есть такие моменты, где можно заметить, что к машине неадекватно относились, чисто ее эксплуатировали и все. Но, с другой стороны, можно продиагностировать, но надо не исключать, что человеческий фактор может в некоторые места не долезть и не предугадать, что может случиться. Потому что это агрегат, и даже у спортсменов, да, они готовятся погоду, там отделывают машины, и в оконцовке выезжают на трассу, и у них там взрывается двигатель или что-то разрывается. Как бы здесь надо предугадывать. Обсмотреть, конечно, грамотному специалисту, если, тем более, уже не один год ездишь на машине, их меняешь, надо выбирать одного специалиста или автосервис, где конкретно тебе посоветуют и предотвратят вот такие какие-то погрешности по двигателям, по эксплуатации машины. Двухлитровый, если рассматривать двигатель, ну, я понимаю, надо понимать, что, например, если это на F10 стоит двигатель или на X3, машины тяжелые, их рвут двигателя. Если взять N20 на той же копейке, то машины вообще с проблемами не приезжают, по сути, по двигателям. А трешки? Трешки тоже без проблем ездят, и как бы этот двигатель вывозит эту массу, нагрузки, раздатки. Если ты покупаешь F10, машина уже намного, в два раза крупнее, трансмиссия, раздатка там совершенно другая. Это сделано в Европе, такой машины не найдешь. Это сделано для России, чтобы не платить по лошадиным силам. Например, пятерка, она минимум должна шестицилиндровая быть. Четырехцилиндровый двигатель для нее это мало. Поэтому проблемы, цепи летят. Возьми копейку, люди ездят без проблем. По двести тысяч, по двести пятьдесят. Вот это хорошая такая аналитика, правильно подмечена. А по трехлитровому дизелю? Дизель, я скажу, как бы он хороший двигатель, но надо понимать, что у нас топливо, не евро стандарт, у нас Россия, как бы сказать. Все проблемы из-за топлива. И дизель. Чего людям нравится дизель, потому что это как Волга. Колеса болтаются, развалены, но они никогда не отлетят. Так же и дизель. Там все. Человек ездит, в автосервис не обращается, но если приехать на дизеле, в автосервисе найдут кучу проблем. Но их просто можно не устранять. Машина ездит, 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 пока не умрет. И так может 300 тысяч ездить. Как бы вот здесь вот так надо понимать. И вот здесь в точку будет сделать выводы по автомобилю. За все это время я ни разу не пожаловался на автомобиль. Ни разу не улетало никаких ошибок, за исключением севшего аккумулятора. Но при этом я отдал 75 тысяч рублей. Друзья, поймите правильно, что если бы был японский автомобиль, за все это время можно было бы отдать, я не знаю, 5-6 тысяч рублей. Все. Японский-корейский. Здесь же повторюсь, но я все делаю по рекомендациям. Вот надо менять, значит меняем. Масло раз в 5 тысяч лучше менять, чтобы мотор подольше прожил. Я делаю. Поэтому к вопросу о том, стоит ли вам его покупать, сколько денег на содержание. Вот, пожалуйста, я ничего не придумываю. Все как положено. Двигаемся. Вот такие расходы на автомобиль уходят. С одной стороны, я немного напрягся, потому что думаю, ни хрена себе, там даже года не прошло, а уже почти под 100 тысяч. А с другой стороны, покупая машину, у меня был бюджет 2 миллиона рублей. Я как раз пошел по вот этому совету. И серии, купи машину лучше себе чуть-чуть подешевле, но чтобы у тебя были деньги на содержание, ты по этому поводу не напрягался. Собственно, вот так вот и двигаемся. Поэтому для меня это плановые расходы, которые особо по карману не бьют. В общем-то, вот такая картина у нас получается. Машиной я доволен. Пока что ни о чем не пожалел. И вроде бы, с одной стороны, каждый день передвигаясь, я понимаю, что особо денег я в нее не вкладываю. Вот расход на бензин вырос, стал больше 11 литров. Ну, примерно 11-11,5. При моем стиле езды. Но при этом понимаешь, что денежки машины все-таки любят по содержанию. Нужно быть готовым, что вот такие вот межсервисные интервалы, фэкру, когда ты начинаешь все это читать за год, по деньгам поджирают. Но в целом, выводы здесь делать только вам, друзья. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Именно по вашим комментариям зачастую я и снимаю следующие сюжеты. Выводы делать здесь только вам. Вот мне больше нечего добавить. Рассказал, как есть, поэтому двигаюсь дальше. Всем до новых встреч. Пока-пока.